Итак, всем добрый день! Меня зовут Наталья, фамилия моя Шевела. Многие из вас, может быть, обо мне слышали, может быть, многим говорили «счастливица, да женщина-миллионер», и они не лукавили, потому что я действительно счастливица, я действительно самодостаточная женщина. И на сегодняшний день мне очень приятно то, что мы сегодня все целенаправленно командой работаем на то, чтобы наши люди также ощутили вот такое вот счастье, благополучие. Знаете, вот, наверное, я расскажу два слова о себе. Есть в зале педагоги, знаете, есть две категории безденежных людей, это педики и медики. Да? Ну, вот я из педиков, ну, имею в виду педагог, да? А медики – это чуть-чуть другое, это, да? Извините, пожалуйста, если я, может быть, кому-то некорректна, но мы живем в нашей стране, да, и в наше время. И, знаете, вот когда-то, когда я училась на филфаке русского языка, я безумно люблю поэзию до сих пор, я безумно люблю детей, если можно, давайте потише, ребят, если можно, да? И я такая была бы одушевленная тем, что я буду учить людей Блока, Есенина, Тютчева, да, про осень там, про природу. Меня это так воодушевляло. И, знаете, я вот из тех педагогов, которые проработали по направлению педагогическому, полтора года, я ушла с работы ровно перед Новым годом, я хлопнула дверью, потому что когда мне выдали очередную зарплату, и я поняла, что она не растет, я поняла, что мне ее даже не хватит, чтобы купить те подарки, которые я хотела положить под елку своему ребенку, там, своей семье, родным и близким, да, меня это так, знаете, и вот я просто ушла, мне многие крутили у виска, знаете, куда пошла? На железную дорогу. Пошла на железную дорогу, в то время это оплачивалось, мама, не горюй, 380 рублей, да, это в 90-е годы, это был день еще плюс премия, но это были хорошие деньги, да, если кухня-золушка стоила 99 рублей. Кто помнит, ну, мы молодые все, мне вообще 25, дочери 32, внукам 6 и 12, вот, поэтому мы помним те времена, и знаете, когда я ушла, я пошла на железную дорогу, я начала себя чувствовать очень хорошо, я работала оператором, документы собирала, потом отца знакомый говорит, Ваня, светлая память моему папе, я говорю, что она там, те документы, давай ее на, на это, в начальнике поезда, да, и я была начальником поезда в своей жизни, педагог, филолог, чтобы вы понимали, потом я еще была на перекупке в 90-е в Польше, кто был, можете не поднимать руки, потом с этой перекупки, я была долго, полтора года в Польше, с такими приездами, потом я гоняла автомобили из Германии на жесткой автостерпке по 2 штуки, потому что мне одной мало, я вообще максималист, да, мне всегда, знаете, я всегда в этой жизни стремлюсь к чему-то большему, и образование никого не обязывает сидеть вот в этих трех-четырех стенах, да, что-то преподавать и не иметь при этом денег иногда на транспорт, понимаете? Поэтому я такая, поэтому если вы такие, то вы в правильном месте, если вы готовы сегодня начать что-то менять, в отличие от того, что было вчера, то вы в правильном месте, понимаете? Многие, может быть, думают, что ей повезло, везет тому, кто везет, в курсе? Да. Мне не повезло, я очень большой трудоголик, я спартанец, я женщина, которая всегда имеет план на свою жизнь, я максимально отцифровываю свою жизнь, отцифровываю в датах, в деньгах, в достижениях и так далее, понимаете? Если вам это интересно, мы можем вас этому научить. И сегодня вы пришли слушать не мою историю, сегодня вас пригласили ознакомиться с клубом «Инкрузес». Почему я так долго, может быть, начала, да? Чтобы вы понимали, что я так же, как и вы, родом из народа Украинка, Житомирской области, из места Андрущинка, больше 30 лет живу в Киеве, да? Я такая же. У меня не было отца, ну, то есть, ну, такая же, да? Если кто-то из вас там пытается сказать, у меня не те родители, не в той деревне они живут, у меня не то образование, это все в раке, это личное оправдание каждого из вас за то, чтобы, знаете, комфортно себя чувствовать в зоне 3Т, так-то телевизор-тапочки. Да? Я чуть-чуть другая. И вот я хочу вам сказать о том, что в этой жизни, в этой жизни за все надо бороться, в этой жизни вам никто ничего не принесет, в этой жизни вам никто ничего не принесет, в этой жизни вам никто ничего не должен, ни дети родителям, ни родители детям и так далее, да? И знаете, вот в моем послужном списке была школа, было челночество в Польше, были авто, была железная дорога, было частное предпринимательство, и потом я стала банкротом, и меня в 2002 году привели в индустрию MLM, меня познакомили с сетевым бизнесом, да? И вот с тех пор я занимаюсь этим бизнесом. Я состоялась в этом бизнесе только в 2006 году, то есть 4 года у меня ушло на то, что я изучала. Тогда не было интернета, тогда не было столько Ютуба, да, Гугла и так далее, да? Я изучала. И знаете, я в 2006 году начала зарабатывать очень неплохие доходы в этой нише, которая называется MLM индустрия. Я безумно благодарна тому, что я когда-то услышала своего наставника. Мой первый наставник была Лена, моя подруга. И знаете, что здесь есть, вот в этом направлении? Здесь есть личностный рост, здесь есть самосовершенствование, здесь есть свобода финансовая, свобода передвижений, свобода общения. Кому это близко, вот эти вот свободы, что я назвала? Да, отлично. Зал вообще великолепный сегодня. И знаете, почему я пришла в Инкрузес? Я в Инкрузес пришла только потому, что мне, я очень люблю путешествовать. Инкрузес я была в 18 странах мира, да? Я не могу сказать, что я там не ездила, не ходила. Вот. И когда мне прислали ролик с лайнером, ну вот, который я вам показывала в начале, а мне его прислали с Диснейлендовским круизом, он меня положил, ну вот как бы пригвоздил, да? У меня вот эта челюсть, вот это, знаете, слюновыделение повышенное. Хочу и всё. Я сразу стала членом клуба. Членом клуба, которому сегодня благодарны более 8 тысяч человек в нашей команде. Представляете? Я начала этим заниматься 1 февраля 2017 года. Сегодня у нас 8 тысяч человек. Но не количество людей меня впечатляет. Знаете что? У нас уже более 5 тысяч были в круизах. Более 5 тысяч. Цифра? Цифра. Это те люди, которые не имели там на Египет, на Турцию. И сегодня я хочу вас очень кратко познакомить с этим концептом. С концептом великолепного клуба, потрясающей компании, которая называется Инкрузос. Круизы вообще сами по себе. Это тот вид отдыха. Вам видно, да? Отлично. Это тот вид отдыха, который является экономически выгодным. Если его сравнивать с любым наземным отдыхом. Понятно, да? Что такое круиз? Ну это, знаете, это такой мини-город, мини-Лас-Вегас в одном месте. Потому что там есть абсолютно все развлечения музыкальные. Ночные клубы, караоке, музыкальные бары, всевозможные активные отдыхы, скалодромы, сноуборды, теннисы, серфинги, фитнес-центры, спортивные, всевозможные оборудованные центры, да? Питание на корабле. Но здесь, знаете, насчет питания остановлюсь. Я люблю говорить, питание на корабле – это гастрономический оргазм. 24 часа в сутки. Представляете? Абсолютно все кухни мира абсолютно представлены на лайнере. Все свежее, все не имеет, как бы, никаких там отложенных каких-то сроков, да? Вот, когда вот покушали, да, на лайнере люди, подъезжают такие тачки огромные с черными мешками, и все, что осталось на подносах, прямо вместе сгружаются в эти мешки, запаковываются, запрессовываются, и в порту это отдается где-то там на переработку, да? Это вы можете наблюдать сами, без того, что я вам рассказываю. То есть там ничего не идет, как в торфсырье, да? Рестораны, каюты на корабле очень удобные, очень комфортабельные, оборудованы абсолютно всем. Релакс-зоны, бассейны, джакузи, спа, всевозможные сауны, кстати, нескольких видов, да? Даже на лайнерах есть места разного вероисповедания, где каждый человек может помолиться, и католики, и православие, да? Это тоже есть там такие места. То есть это комфорт отдыха всесторонний, разносторонний, если можно, потише, красиво, многогранный. Кто из вас счастливые папы и мамы, бабушки и дедушки, как я, да? Вот знаете, как бы мы ни любили наших внуков, во время отдыха или детей, нам охота где-то от них немножечко спрятаться, да? Ну, хоть и час-два в день отдохнуть. Вот я не знаю, кака, может быть, только я такая. А вот лайнер – это самое то место, где вы можете отдать ребёнка на два, на четыре, на шесть часов, потому что каждый лайнер оборудован детскими комнатами, детскими палубами, где ваш ребёнок будет… Там есть аниматоры, их там будут развлекать. Если задолго вы отдаёте, его там покормят, он там поспит. И за это не надо дополнительно платить. Представляете, классно? Классно. Вы можете в это время пойти, например, на экскурсию в каком-то порту, спокойно с мужем или с девчонками пошопиться. Да, девочки, по шоппингу тоже же выступаем, да? Вот, то есть разные, многогранный такой отдых. И действительно, круизы – это ваш личный отель уровня пяти-семи звёзд, который вас сопровождает из порта в порт, из страны в страну. И за один круиз вы рискуете увидеть 3-5 разных стран. Вы рискуете увидеть 7, 8, 12, 15 разных городов. Вы каждое утро будете просыпаться с другим пейзажем, с другим рассветом. Вы каждое утро будете засыпать с другим закатом, да, и наслаждаться этим всем. Это просто, ну, просто классно, понимаете? Мне это очень нравится, потому что круизный отдых – это действительно, знаете, полный он экклюзив и визуально, и материально, да, потому что там есть всё. И кинестетически, потому что лайнеры будут вас развлекать абсолютно всем. Если вы любите танцевать, кто любит танцевать, да, на лайнерах есть индивидуальные учителя, которые вы можете себе взять бесплатно на час, на два, на три, сколько хотите, хоть каждый день, который будет вам, как бы, обучать вас там тангу, вальс, сальса, ламбада, не знаю, что вы хотите, да, то есть это тоже входит в стоимость круиза. Очень высокий уровень обслуживания. Почему? Потому что если на лайнере 3, 5, 7 тысяч пассажиров, то ровно половина от количества пассажиров – это обслуживающий персонал. То есть на два пассажира один обслуживающий персонал. Классно? Классно. Вы не успеете выйти из каюты где-то там в бассейн, приходите, у вас уже всё заслано, убрано. Переоделись где-то там, ещё вышли, возвращаетесь через час-два, всё убрано. То есть они как вроде бы, знаете, я когда была первый раз в круизе, на второй день я пошла на рецепшн и говорю, где у вас стоят видеокамеры. Они говорят, почему? Я говорю, я не успела выйти, там в бассейн пошла, поплавала там полчаса, час, прихожу, уже всё убрано. Потом пошла покушать, пришла переодеться, опять всё. Она говорит, у нас нет видеокамеры, у нас датчики стоят. Когда вы в каюте, оно горит красным, когда у вас нет, он загорается там синим или зелёным. То есть обслуживание действительно высочайшего уровня. Следующий момент. Наверное, так же, как и меня, каждого из вас интересует безопасность. Мы люди, мы живые люди, есть наши внутренние какие-то страхи. Мы хотим долго жить, счастливо, в здравии. Так вот, по исследованиям ЮНЕСКО, которые проводили 5 лет со всех отдыхов в мире, это есть в Гугле, вы можете это найти, прочесть, проверить. Не надо всему доверять в этой жизни. Сегодня есть два классных дядька, я их очень люблю, это мои любовники. Девчонки, продаю фамилии и адреса. Это Ютуб и Гугл. Знаете, есть такой классный анекдот одесский. Идёт Изя, навстречу идёт Абрам, он говорит, «Ты знаешь, что такое Гугл?» Он говорит, «Знаю, я его не люблю». Говорит, почему? Он сволочь, как Сталин. Говорит, почему? Смотри, ты ему в обход, сон тебе ссылку? Ты ему в обход, сон тебе ссылку? Это так, чтобы вы расслабились, а то вы такие грустные сидите. Или вы внимательные, да? Из двух одно. Окей. И вот безопасность у нас действительно на очень высоком уровне, потому что лайнеры, круизный отдых – это самый безопасный вид отдыха. Немаловажным является тот факт, что круизная индустрия – это весьма динамично развивающаяся индустрия, которая шагает десятимильными шагами по планете Земля, да? Я хотела четверг это рассказать, забыла. Знаете, когда я смотрела на эти круизы, ну вот когда я начинала, я вообще не могла понять, с чего начать. Украина. Ну, у нас же все нищие, да? Ну, как говорят, у людей нет денег. Выходишь на улицу, машины ездят. Вот такие в ресторанах вечером надо бронировать места, у которых померная цена-качество, да? Согласны с этим? Или я ничего не путаю, нет? Ага. И, знаете, нет денег, нет там еще чего-то – это причины. Я не могла понять, кто будет покупать эти круизы? Кому они надо? Люди в Турцию, в Египет ездят. Оказывается, им надоело туда ездить, да? Следующий момент, смотрите. Если мы говорим о более глобальном, и хочу вам сегодня дать видение, почему я этим занимаюсь, да? Все, что вы будете слышать от меня, это чисто мои лайфхаки, которые мне каждый раз, вы знаете, падали в голову, как жетоны в метро, да? Все было есть. И вот один из показателей для меня был. Смотрите, есть монета Земля, и почему-то, почему-то 30% только суша, а все остальное море. Представляете, куда идет круизная индустрия? Понимаете? И потом у меня еще щелкнуло, знаете что? Очень хорошая статистика, все супер, потрясающий рост. Буквально на 10-15 миллионов за последние несколько лет, да? Все это замечательно. Более будет в 2019 году более 3 миллионов человек, которые вообще были в круизах. Но меня, как, меня включил вот этот слайд. Вернее, не этот слайд, слайда тогда не было, это я его нарисовала. Меня включила эта статистика. Смотрите, вот на этой статистике я построила бизнес. Да? Когда я говорю нормальному человеку, да? Как вас зовут? Игорь. Игорь. Я говорю, Игорь, вы понимаете, что вот это вот будут осваивать? Да. Ну, чисто логически, да? Не важно кто, не важно как, да? А потом, когда я в гугле увидела в январе 2017 года, то, что круизная индустрия собиралась выпустить, спустить, вернее, на воду 127 лайнеров круизных, но меня не это привело в шок. Меня привело, что каждый лайнер стоимость от одного миллиарда долларов. Я себе сижу, чтобы вы понимали, я пришла в инкрузис, может быть, как многие из вас пришли, или те, кто придут, слава Богу, что моя приятельница была должна мне 400 долларов, она мне их отдала, и таким образом я пришла в инкрузис. С теми же кредитками, с теми же долгами, ну, то есть, ну, такая как все, чтобы вы понимали, да? И когда у меня вот это вот щелкнуло, что, представьте, 127 миллиардов какие-то люди просчитали рентабельность, если они вкладывают эти деньги. Как вы думаете? Представляете, они просчитали, и я сижу и думаю. Вы знаете, когда-то у меня был случай, мне предлагали купить несколько акций Фейсбука. Вообще за копейки. Я посмотрела, кому надо? Представляете, какой я Хемингуэй была, да? Это я о себе. И когда я вот это вот посчитала, думаю, Наташа, ты разберись, почему они вкладывают 127 миллиардов. И когда я начала разбираться, да, чем дальше я разбиралась, я понимала, что это ниша, которая будет развиваться. Со мной или без меня. Все понимают, о чем я говорю? Да. И вот именно эта статистика включила мои, знаете, вот последний жетон. И я начала разбираться в чем? В бизнесе еще. И вот смотрите. Сейчас, минуточку я тут уберу из мероприятий. Это первое, что было для меня таким вот значимым. Это ЮНЕСКО, безопасность. Круизный клуб сам по себе очень ликвидный, очень легальный. Он был основан в 24 августа 2015 года. На мировой рынок клуб вышел 16 января 2016 года. Когда я разбиралась в Инкрузес, это было всего 37 стран. Январь 2017 года. Сегодня это уже 180 стран. Классно? Во всем Инкрузес. Супер. И следующее, что меня, знаете, вот предводитель компании, да. Вот именно этот человек, он меня очень включил, потому что Майкл Хатчисон – это легендарная личность, потому что человек, который имел 12 своих бизнесов, ни один из которых не был банкротом. Человек весьма признан как бизнесмен в Америке и не только. Это очень публичная личность. Майкл Хатчисон – это та личность, к которому пришла идея, вот я хочу сейчас вам раскрыть идею, да. Невероятная идея создания эксклюзивного клуба. Знаете, что меня включает? Инкрузес – это не компания, которая одна из. Инкрузес – это компания единственная. Сейчас покажу, почему. Сейчас покажу, почему. Потому что у нас есть хорошая миссия, хорошая концепция, стратегия. Мы не накручиваем проценты, это понятно. Но я хочу факты, да. Ну, миссию мы можем все написать и так далее. Смотрите, каждый человек, который является членом клуба, да, он имеет доступ ко всем ведущим круизным линиям мира. Почему? Потому что клуб Инкрузес в единственном числе эксклюзивно входит в ассоциацию круизных линий клиентов. Вот представьте, это организация, которая объединяет в себе более 470 лайнеров КЛИА, да. И в эту КЛИА одним из партнеров входит Инкрузес. И здесь мы имеем эксклюзив. Вау. Понимаете, ребят, это действительно вау. Не потому что я Винкрузес, нет. Я абсолютно, вы знаете, я привыкла работать без фанатизма и без такой вот мотивации беспочвенной. Не умею работать там, знаете, на первые там еще чего-то. Мне важны факты, мне нужна почва. Если есть от чего оттолкнуться, на каком бы дне ты не был, ты всегда можешь попасть на гору. Согласны? Да. Замечательно. И вот мы имеем эксклюзив. Больше ни один клуб не войдет в КЛИА и не будет иметь то, что есть у нас, круизные доллары. Плюс Инкрузес. Смотрите. Для того, чтобы вы пользовались тем пунктом, который есть у нас самый главный, самый важный. Это накопление на свой отдых. Вы платите 100 долларов на свой будущий отдых, который конвертируется в 200 круизных долларов. И многие люди нас доставали и в компанию писали письма, а куда компания девает эти деньги. А если компания лопнет, как я эти деньги верну? А как это, а где, а в каком банке лежат деньги? Знакомые вопросы? Да. Мы можем продолжить этот послужной список, да? Смотрите, что сделала компания. В 2018 году компания Инкрузес зарегистрировалась в Европе. И в Европе она имеет защиту каждого клиента официальной организации Trust My Travel, которая покрывает весь туризм, который ликвидный, да, на гарантию платежа. Trust My Travel вам пишет, если вы, Игорь, проплачиваете по 100 долларов, и если, не дай бог, через год, 2-3-10 с Инкрузы что-то случится, и, например, там 2-3 года вы накапливали по 100 долларов, не воспользовались, Trust My Travel вам гарантирует то, что вы получите обратно на вашу карту все ваши платежи. Я понятно говорю? Да. Кому это нравится? Это прям, вот вы как заходите просто как клиент, вы уже имеете поддержку, гарантию Trust My Travel. Следующее. Для того, чтобы компания любая, даже не Инкрузес, присутствовала на мировом рынке, чтобы она котировалась, чтобы она была ликвидная, ей надо быть зарегистрированной в 4-х штатах Америки и получить там легализацию в Seller of Travel. Для того, чтобы компания получила эту легализацию, регистрацию, владелец компании, в частности, Майкл Хаджсон, на 3 поколения вниз, то есть Майкл, отец и дед, проверялся на свою финансовую экологию, да, там экология человек-человек, экология человек и государство, экология там человек и бизнес, чтобы никогда никакие бизнесы, которые были у Майкла, у его отца, чтобы не были банкротами, ну и так далее. Там очень много разных этих пунктов, да. Мы имеем эту регистрацию. Следующий момент. Мы имеем еще очень важное подтверждение права защиты потребителей. Это Данн Энн Брат Стрит. Это то, что все здесь прописано, это все для клиента. Понимаете, да, то есть вы защищены, мы, я защищена со всех сторон, да, не только Инкрузеса, еще разными организациями. И почему эта компания сегодня звучит в мире, компания Инкрузес? Звучит? Да. Звучит, я знаю. Сколько мне звонят и говорят, Наташка, тут со всех сторон, что ты миллионерша. Да, это так? Я говорю, да. Знаете, Инкрузес есть всего очень много. Есть много гарантий, есть много всевозможных возможностей, да. Но есть эксклюзив, это наше членство. Оно просто уникально. Потому что что такое членство в клубе? Это то, что позволяет каждому человеку сэкономить свои деньги на своем личном отдыхе. Это то, что позволяет каждому человеку позволить себе отдыхать так, как он не мечтал год назад или 2-3 года назад. Это то, что позволяет каждому человеку маленькими частями накапливать на свой отдых. Как бы, знаете, такой кошелек в рассрочку. Кому это было бы интересно? Вот кто сегодня гость впереди? Поднимайте руки. А кто пессимист из тех, кто впереди? Нету? Только оптимисты, даже не интересно. Вы пессимист? Так? Как вас зовут? Владимир. Вы будете жертвой. Красава? Да. Хорошо, подходит. Скажите, пожалуйста, из того, что вы услышали, что напрягает? Что ты отдадешь деньги, а потом когда ты едешь в школу. Я сразу хочу в отпуск, буду в день. Отлично. Если вы сразу хотите в отпуск, это в турагентство, но абсолютно по другой цене. Мне так же не интересно. Нет. Так, вы выберите, еще вам раз повторяю. Ваши деньги защищены. Если вы так же, то в турагентство там гроши, а? Я там уже была. Вам там не понравилось? Почему? Очень понравилось. Очень понравилось. А у нас в два раза дешевле. Понимаете? У нас в два раза дешевле. Поэтому, я не знаю, если я ответила на ваш вопрос, но я постаралась быть лаконичной. То, что ваши деньги защищены, имеют гарантию со всех сторон и в Европе, и в Америке, и в мире, и так далее, это все есть. Если вас это не устраивает, вы хотите сегодня пойти и завтра, послезавтра поехать, это не клуб-инкрузос. Клубная система – это накопление. Понимаете? Потому что такие цены вам дают из-за того, что когда вы накапливаете, пока вы накапливаете, естественно, есть какие-то маркетинговые моменты, которые позволяют этим пользоваться. Поэтому у нас и дешевле. Понятно это? Понятно. Я ответила? Да? Да. Вам ответ понравился? Нет, я могу сразу включить. А, я поняла. А скажите, а в следующем году вы тоже сразу захотите? Да. Ну так начните сейчас накапливать маленькими частями, и в следующем году в любой момент зайдете в свой кабинет, где у вас есть пять тысяч круизов, у вас есть личный пупинг, да? Вы нажмете и забронируете себе любой круиз на любое количество человек до пяти, можете взять даже не членов клуба, а себе в каюту. Окей? И через год вы тоже сразу захотите? Я согласна. Но если сразу сегодня, ну нельзя. Так не бывает. Не бывает. Да? Тут надо выбрать. Или плаким больше? Минерум, сколько нужно накапливать по времени? На сколько вы хотите поехать? И три, и четыре месяца. Может быть вы хотите на три ночи, и два месяца вам хватит. Понятно, это зависит от длительности, от каюты и так далее. Окей? Но на эти вопросы вам ответят те, кто вас пригласили, да? Я думаю, что они очень компетентны. То есть наше хлопное членство позволяет каждому человеку накапливать, и вы можете использовать от суммы накопленных долларов, вот по такой градации. Первый год 60%, то есть вы накапливали пять месяцев, ваша инвестиция составила 500 долларов, у вас на счету тысяча, с этой тысячи вы на 600 долларов можете себе выбрать любой круиз. Остальное у вас будет лежать, дальше на следующих круизах все суммируется, ничего не сгорает и так далее. И что? Есть вопросы? И здесь я хочу остановиться на одном моменте. Смотрите. Вот, например, как вас зовут девушка? Светлана. Светлана. Пессимист. Это точно. Она накапливала, вот вы, Светлана, накапливали три месяца, ваша инвестиция составила 300 долларов, на счету у вас они сконвертировались, есть 600 долларов круизных. И, например, потом, знаете, как у нас бывает, вдруг ремонт. Бывает вдруг ремонт? Ну, что, мебель передвинули, обои не того цвета и уже начинаем мужа пилить, надо обои переклеить. Начали клеить обои, еще что-то надо подкрасить. Ну, мы же такие. Я бы задвинула обратно. А, я помню. Разные девочки по-разному, да? И вот смотрите, например, ну, мы чисто гипотетически, и, например, последующие там 3-4 месяца у вас нет возможности накапливать по 100 долларов. Может быть такое? Знаете, как у нас еще бывает? Давайте по-другому скажу. Только ночью красиво жить, гроши закончились. Без мебели. Задвинуть можно, но нечего, да? Согласны? Да. И вот смотрите, 3 месяца Светлана не накапливала, и она может вот эту вот задолженность заплатить за один платеж 300 долларов, они превратятся в 600 долларов круизных, и у нее будет на счету 1200 круизных долларов. Возьмем другой вариант. А если человек не платил даже не 3, а 5, 7, 10 месяцев, может быть такое? А погасить нечем, может быть такое? Да. 99% нечем погасить, это однозначно. Компания говорит, ничего страшного, если у вас нечем погасить, вы пишите просто заявление в компанию, прошу мне мои платежи убрать, выставьте мне новый счет на 100 долларов, они у вас превратятся в 200 долларов круизных, и то, что вы накопили, вам присоединится сюда. Ничего не сгорит. Показательный? Да. До 11 месяцев включительно. Вот здесь написано, возможность рестарта до 11 месяцев. Понятно? Понятно. А что дает этот рестарт? Это вам расскажут те, кто вас пригласили. Окей? Рестарт это когда у вас нет возможности накапливать, вы накапливали там 3, 5, 6 месяцев, а потом у вас нет возможности. Чтобы не сгорели эти деньги, вы не платите, потом пишите заявление. Я не могу продать, я 3 месяца платил, да? Можно это не сейчас, можете, все можете, но не сейчас, хорошо? Вам объясняют, кто вас пригласил? Кто вас пригласил? Суркан. 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 Суркан вам все объяснить. Он тоже гарный дядь. Суркан. Из-за защиты клиентов. И наши основатели, да, основатель Майкл Хачесон и исполнительный советник Кр sure означает, что инкрузер действительно есть всего 3 года. 16 января 2020 года будет только 4 года компании. Это абсолютно маленький срок. Но мы уже настолько звучим, мы уже настолько имеем вот этих вот гарантий, да, что просто иногда гордость растирает. Вот. Ну и добро пожаловать в клуб. Скажите, пожалуйста, из того, что вы услышали, вам понравилась экономия на вашем отдыхе? Безусловно. Конечно. Вам понравилось то, что у вас есть выбор круизной базы, в букингу 5000 круизов и более? Да. Вы задумаетесь над этим вопросом? Да, да, очень интересно. Подходит. И у нас еще есть другая возможность, то есть... Василий? Владимир. Владимир, извините. Василий, не страшно. Вы знаете, я девочка, а у девочек иногда с памятью не все. А у меня мальчика. Да? На имена девочек, да? Да? Ну вот, я девочка, да? Смотрите, Василий, я правильно поняла, что вы любите путешествовать? Да. Это кто отвечает? Жена. Я поняла. Я поняла. Ну, можно я буду к нему приставать? Да? Хорошо. Смотрите, Василий, вы любите путешествовать. И в вашем окружении... И в вашем окружении есть люди, которые любят путешествовать, да? Да, конечно. Как вы считаете, этим людям было бы интересно узнать свою экономию, своего семейного бюджета на своем личном отдыхе? Ну, просто познакомиться, да? Да. Тогда я буду, будет разумна, если я вам предложу быть не просто клиентом за 100, да? А предложу вам другой пакет за 295, почему? С этого пакета программа 100 долларов отправит на ваш круизный счет, которые тут же сконвертируются в 200 долларов круизных. А 195 долларов – это один раз вы платите такую сумму за то, чтобы вы имели реферальную ссылку, чтобы вы могли по вашей реферальной ссылке приглашать ваших друзей, которые будут экономить свои деньги на своем отдыхе. Это понятно? Да. Понятно, да? Допустим, из вашего всего окружения 5 человек послушали и решили накапливать по 100 долларов, да? Им это выгодно. Но как только у вас будет пятый человек, неважно, за месяц, за 6 месяцев или через год, окей, компания говорит, Василий, мы вам будем очень благодарны, и наша благодарность будет выражаться тем, что вы выйдете в опцию «Безоплатное членство». Что это значит? Это значит, что с этого момента, как только у вас есть пятый человек, еще раз повторю, неважно, вы его пригласили за месяц, за год или через полгода, неважно, да? Пять человек, вы выходите на «Безоплатное членство», и вы уже сами ваши 100 долларов не накапливаете, а компания «Ингрузис» вам каждый месяц по 200 круизных долларов начисляет на ваш круизный счет. Понятно? Да. Знаете, многие говорят, я не буду этим заниматься. У меня на это есть безупречный ответ. «Безоплатное членство», ты с собой займись. Этим заниматься не надо. Ребят, мы все равно путешествуем, согласны? Да. Правильно? А зачем платить турагентству в 2-3 раза больше, чем можно маленькими частями откладывать по 100 долларов и себе накопить на следующий год на шикарный круиз? Пригласить, например, взять с собой мужа или жену, там, детей, не знаю. Может быть, юбилей свадьбы будет у вас в следующем году. Может быть, ваши дети будут жениться. Кстати, у нас очень многие партнеры своим детям на свадьбу далили круиз. Может быть, у вас юбилей вашей даты в паспорте. Кстати, если вы на свой день рождения находитесь в круизе, вас лайнер поздравляет с днем рождения. В тот день за ужином вашу честь. Кондитеры делают торт. Вам этот торт вывозят официанты. Кстати, для того, чтобы люди работали на лайнере, обслуживающий персонал, они должны обязательно уметь петь и уметь танцевать. Потому что вы утром спускаетесь в лифте, танцуют везде эти, поют, вам там дают ручки помыть, да. А в ресторане, когда вот за ужином, когда вот каждый вечер вы будете в ресторане приглашены к капитанам корабля бесплатно. У вас будет свой официант за столиком. Это все, ну, перфекто, перфекто. И, знаете, когда день рождения, представьте, ресторан там на 600 человек, на 1000 человек, такая музыка, со свечами вам этот торт вывозят. Вашу честь танцуют, скандируют весь зал там, да. Вообще-то такое действие. Вы когда-то на день рождения приглашали, ну, приглашали 600 или 1000 человек? Нет. Так? Ну, классно, это очень приятно. Вот прям до мурашек. Вы знаете, у нас в Кременчуге молодая пара праздновали свою свадьбу на лайнере. Они рассказывали взахлеб. Просто, вот понимаете, когда молодой парень, 26 лет, и он, Наталья Ивановна, вы не представляете, капитан пришел со своей свитой, забрал мою жену и повел. Им постеляли эти красные дорожки. Весь первый этаж, вот где вот это вот лобби-бар, да, вот это все, это было в дорожках, в цветах. Это арка, музыка. Все в нашу честь, и они ничего не платили за это. А жену вернула. Да. Да. То есть, понимаете, это действительно, знаете, ну, сегодня глядь свадьбу в ресторане, это обыденно. Ну, как-то скучно уже, да. Все понаедаются, понапеваются. Ну, иногда, да, и забудут, зачем пришли. Я очень извиняюсь, но это правда жизни. Следующий момент, который вот важен, да, например, у нас есть партнеры даже из Киева. Есть Валя у нас в Киеве. Валя 73 года, она была уже в 11 круизах. Один из которых Австралия. Понимаете? Она может себе это позволить. Поэтому, если вы сидите и думаете, что вам 5-0 или 6-0, и вам уже поздно, то Валя начала, когда ей было 71. Да? Если кто, есть люди, которые знают Валентину Мороз? Да. Знаете, да? У меня есть Любочка Ефремова в Минске, той 68. То вообще женщина флирт. Знаете, вот это из тех женщин, когда идет и все штабелями. Я вам расскажу. Я случай в Минске в 2017 году. Я была, идемные с девчонками. Ну, я девчонка, Люба девчонка. А там были действительно девчонки. Там 30-35 до 40 такие, знаете, статуэточки. И мы идем по городу. Идут мужчины такие лет 40. Угадайте из трех раз, кому они пристали. К Любе. Понимаете? Это человек праздник. Это человек весна. Это человек лучезарный. Вот понимаете, вот она вот это вот ходит вот так вот. Понимаете? Вот она вот такая. Понимаете, все 32, и когда ей не позвони, она всегда бодренькая. И в 12, и в час ночи, и уже все утра. Понимаете? Вот, то есть она такой жизнелюб страшный. Чтобы вы понимали. И я очень горжусь такими людьми. То есть, давайте чуть-чуть вернемся. Я сейчас буду заканчивать. Когда вы, когда вы приходите как клиент, вы экономите ваши личные деньги на своем личном отдыхе. Это интересно человеку, да. Не важно, чем он занимается. Не важно, где он зарабатывает. Еще хочу дать подсказку для тех, кто сидит и думает. Мне дорого 100 долларов в месяц. Я не буду сейчас спрашивать, чтобы вы поднимали руки. Кому это дорого? Но если такие люди есть в зале, кому это дорого, договоритесь с вашей подружкой, с сестрой, кумой, и складывайтесь на один, или студенты, да, складывайтесь на один аккаунт по 50 долларов. У нас тоже такие люди есть, которые уже были в 3-4 круизах, им было дорого по 100, но с подружкой по 50 недорого. Вариант? Вариант. Вариант. Правда? Мы можем найти причину, почему нет, или мы можем найти возможности, зачем да. Все понимают, о чем я говорю? Да. Следующий момент. Смотрите. Вы можете быть клиентом, который себе накапливает. Второе. Вы можете быть расторопным клиентом, у которого есть друзья, знакомые, которые тоже любят путешествовать и быть на безоплатном членстве. Просто, да? И следующее. Вы можете быть партнером, билдером, который строит сеть. Что такое билдер? Это человек, как я. Да? Строитель. Будуе. Да? На украинском языке билдер, оно более созвучно, чем с русского языка, да? То есть строитель. И когда вы строитель, вы получаете очень много разных бонусов. И за личное привлечение реферальный бонус. Кстати, эти слайды есть у всех ваших наставников. Поэтому попросите у них, они вам все отправят. В исходниках все есть. В директорских чатах точно есть. Так что трясите ваших директоров, чтобы они вам их отправили. То есть вы можете получать бонусы за личное привлечение. Вы можете получать мгновенные бонусы даже за то, что вы привлекаете людей по 100. По 20 долларов вам компания за это платит, да? Вы получаете 100% матчин бонус чек от чека, да? То есть ваших людей, которых вы пригласили. Я не буду сегодня вам рисовать эти кружочки. Это не в формате этой презентации, да? Вы получаете красивый пассивный бонус. Я не имею возможности показывать кабинет. Я не имею права по запрету компании, да? Но я вам сейчас покажу свою почту. Можно, да? Спасибо. Хорошо. Смотрите. Вот это вот пассивный бонус по 5 долларов, да? Это вот в 14.17 пришло раз 5 долларов, в 14.23 пришло 2.5 долларов и так далее, да? По 5 долларов, видите, да? Вот. Это все по 5 долларов. Это сегодня, да, вот сегодня. Вот это все по 5 долларов. Вот 0.07 пришло первый раз и тут по приходу. Это без зупы. Без зупы. И ночью. И ночью. Без зупы. Да? Хорошо? Да. Хорошо. Кабинет я вам показывать точно не буду. Вот. А вот это вот я вам показала, да? То есть каждые 5 минут приходит, бывает и 10 даже платежей по 5 долларов. Вообще, я вам хочу сказать, пока борт спит, я, или тут я нахожусь, или я еду в такси, или чем-то занимаюсь, каждый час стоит больше 4 тысяч гривен. Почему? Правда. Больше 4 тысяч. Правда. И именно поэтому, знаете, почему я об этом говорю? Уважаемые дамы и господа, вы такие же, как и я, да? Может быть, у вас не хватает вашей личной цели, которая будет вас заставлять что-то делать не то, что вы делали вчера и позавчера. Согласны? Но соизмерьте это с тем, если вы будете делать сегодня то, что вы делали вчера или позавчера, то завтра будет такое же, как сегодня. Вы можете сегодня, уважаемые гости, послушать, уйти и сказать, ой, да это не для меня, надеюсь, тут подводный камень, а я хочу завтра. Я сказала, будешь жертвой. Это же еще не все. Вот. Поэтому все еще продолжается, да? Вы можете с этой информацией поступить так, как вам будет удобно. И вы будете правы. Понимаете, да? Вы можете ничего не менять. Вы можете сидеть вот там вот, где сидится. Знаете как? Сидим вот так вот. Главное не гнать волну. Не? Да? Главное не гнать волну. Извините, я буду говорить банальные вещи, бы я тоже украинка. И такая самая, как и вы. Честно. Понимаете? Просто у меня из жизни очень большой стержень. Знаете какой? Моя цель была... Моя мама была закройщиком. И вы же понимаете, что не было много денег. Нас было двое. В детстве как бы что-то с кого-то перешивалось. Помните, да? Это отдавалось там кума-куми. Диты выросли. Ну вот мы вот так вот росли, да? Я когда училась в институте, я мыла две кафедры. И я зарабатывала деньги. И я хотела себе очень купить костюмы, там, магазины Стимулы. Помните были? Ну, вы не помните, что я у людей не спрашиваю? Да вот. А мы помним, да? Сейчас я просто открою на своей любимой табличке, да? Сейчас пусть пошагают люди вам. А потом табличку переключим. Знаете, и когда я вот в институте училась, я себе в этом Стимуле купила три костюма. Три красный, белый и синий. И я с этих трех костюмов делала варьете. Ну, разные там, брючный, юбочный, там, пиджачок такой-такой. И мне все мои вот одногрупники спрашивали, у тебя шо, папа, голова колгоспу? У меня его вообще не было, да? Почему? Потому что как-то, знаете, я в жизни привыкла вот на чем-то экономить, там, что-то по-другому. Я была фантазерка. И сегодня я такая. Я страшная почемочка, страшная, целеустремленный носорог. И я всегда ставила себе цели, да? И пришла Винкрузес, вот когда я просчитала вот эту вот таблицу, знаете, почему у меня получилось? Потому что, а, у меня была куча обязательств перед людьми, финансовых. У меня была куча кредитов и кредиток. Если у вас нет, вы вообще в паркетах. Да? У меня была такая, вы знаете, депрессия от того, что я иногда не знала, вот шестнадцатый год был очень непростой в моей жизни, вообще непростой, никогда такого тяжелого не было. Ну, говорят, тяжело перед Валиким и Грушимом. Да? Вот это вот был у меня шестнадцатый год. И, знаете, я сидела и думала. И вот когда пришло Винкрузес ко мне, когда я об этом узнала, ноябрь шестнадцатого, январь восемнадцатого, я изучала то все, я еще не занималась ничем, я изучала этот бизнес. Я изучала Майкла, я изучала этот Клио, Клио, я смотрела, что такое эти все сертификаты, я ковыряла, я задавала вопросы по маркетингу, я задавала вопросы, а где компания берет сто долларов, я вижу, я ложу сто, мне еще дают сто, а где они берут эти деньги? Да не берут они эти деньги, они просто конвертируют ваши сто в двести круизных, чтобы не было демпинга явного на рынке, понимаете? Потому что в турагенции в два раза дороже. Вот вы можете в турагенции найти круиз за тысячу, например, триста евро у нас в нашем кабинете в Букинге. Возьмите, проверьте, вот возьмите, проверьте, для своего спокойствия вы найдете тот же круиз на ту же дату, ту же каюту за тысячу триста круизных долларов. Это сколько? Шестьсот пятьдесят реальных. Разница есть? Проверьте, не надо верить жене, ну, не, ей верить надо, ну, я имею в виду, насчет круизов не верьте. Все проверяйте, понимаете, да? И, знаете, когда я села, просчитала, сколько мне надо денег, чтобы мне сделать хук. Знаете, что такое хук? Вот проснуться в один, в одно утро и сказать, Боже, Наташа, ты все решила, в тебе нема кредиток, тебе никто не звонит кода, да? Тебя никто, ты не боишься звука телефона. Если я с кем-то на одной ноте, да, то, значит, вы в правильном месте. И, знаете, я захотела освободиться от того, что меня давило. Оно давит, оно реально давит, да? Когда ты хочешь там внукам что-то купить или дочери, а ты не можешь позволить, да? Когда ты лишний раз не можешь пойти там к парикмахеру или куда-то себя привезти в то, что ты, ну, просто обязана, да? И когда я села, просчитала в январе месяце вот эту табличку, когда я просчитала все бонусы, весь маркетинг, я поняла четко, что по всем моим просчетам я начала этот бизнес 1 февраля 2017 года. Я поняла четко, что по всем моим просчетам в декабрь 2017 я выхожу на доход 15 тысяч долларов в месяц. Именно эти деньги мне нужны были для того, чтобы закрыть все обязательства. Понятно, да? Причем несколько месяцев подряд. Чтоб вы понимали. Да? У кого меньше, вы счастливее. И смотрите, я села, просчитала, я рассказала всем, кто меня пригласил, своим наставникам. Они с меня очень дружно посмеялись. И они сказали, Шевела, ты crazy? Они ничего нового не открыли, мне всегда об этом говорят. Потому что я такая, и они говорят, давай так договоримся, ты нам сказала, людям не говори, потому что будут с тебя ржать. Я говорю, почему? А потому что Ира Аронец зарабатывает 2 тысячи, это наши сегодня наставники, это некой звезды. Оля Ра, которая первый борт-директор с России, она тогда зарабатывала что-то вообще, ну там 2 с половиной, а ты на 15 тысяч. Я говорю, ребята, я все просчитала, я знаю, что мне надо делать. Теперь я буду искать жертву, с кем я буду это делать? Я работала по 12, по 8, по 16 часов в сутки. Пришел декабрь 17, я не вышла на 15, но пришел январь 18, и я вышла на 15 тысяч. И знаете, почему? Почему получается? Потому что А. Есть план. Б. Есть видение. С. Есть цель. И ты к этому еще прилагаешь действия. Понимаете? Больше ничего не надо. Вообще ничего не надо. Но вот это вот самое главное. Надо. Жучие желания. Жучие желания. Ну это... Это ваша цель, Ваня. Это твоя цель. Понимаешь? Вот твоя цель, если она есть, и она является ЖЖ. Знаете, вот есть... Я где-то у великих прочитала в книге, что факел на голову не так жжет, как свеча в другом месте. Да? Как только ваше желание будет для вас свечой, я не знаю, какое оно. Может быть, вы хотите там, например, электромобиль с кожаным салоном. Может быть, вы хотите поменять квартиру. Может быть, вы хотите сделать достойный ремонт и поменять мебель. Может быть, вы хотите загородный дом. Может быть, вы хотите благотворительность. Может быть, вы хотите получить тренинг там от Энтони Робинсона и ездить с ним там в Австралию, в Лондон и так далее. Я не знаю, у вас должна быть своя цель. Но она должна быть ваша, личная. Упаси Боже, ни детей, ни родителей, ни мужа и так далее. Оно не ваше. То, что вас греет. То, что вас мотивирует. То, что вам, знаете, не дает жить. Может быть, у вас возник вопрос. А что тут шевела робить, как на ней так все непогано. Ну, я могу уже не читать эти презентации. Понимаете? Я могу не мотаться по миру. Где Юля? Юля, ты где-то была сзади. Она говорит, как я тебя понимаю. Говорит, я на неделю только на ночь одну попадаю домой. Вот, потому что у неё стадия вот такого бурного развития, да, сейчас идёт. Действительно, знаете, если есть цель, ты просишь прощения у своих родних, у своих мужа, детей. Чтобы вы понимали, что я хотела вам сказать, сбилась. Что шевела здесь делает? Почему она вот ещё работает? Знаете, когда я в январе месяце 2019 года вышла на рангборд директора, и когда я поняла, сколько это денег... Можно указочек показать на цифру? Да, можно не поймать. Это от. Каждый месяц. Это от. Знаете, я села и подумала, блин, как я хочу, чтобы мои люди это почувствовали. И я сижу в феврале. Знаете, я сижу, вот, открою кабинет, посмотрю на цифру. Блин, классно. Закрою, что там, пишу, там, отвлекаюсь. Потом прилетела ещё куда-то, открою, посмотрела. Вот, классно. И считаю, сколько можно на это купить, да. Классно. Спасибо, Наташа, что выстояла. Спасибо людям, каждому кланяюсь, благодарю, безмерно благодарна всем партнёрам, клиентам и так далее. И знаете, тут сижу в каком-то аэропорту, такой бигборд, 2020 год. Думаю, господи, а что я? Куда, куда мне уже? Маркетинг весь взят, да. Высота взята. А я не могу без цели. Ну, не могу. Просто я больна, понимаете? Просто вот я превращаюсь в тряпочку. Если меня вот это вот нишо не ведёт, всё, капец. И я тут сижу, знаете, и думаю, блин, 2020 год, 20 бордов в команде. Перфекто. И знаете, что я сделала следующее? Я открыла свой кабинет. Я забыла нафиг за тот чек. Я открыла свою структуру и начала выписывать, с кем я буду это делать. Понимаете? И для меня это сегодня вызов. Потому что в этом году в моей команде, в нашей команде, будет два борддиректора. 100%. Но очень надеюсь, что будет три. То есть это два таких же, как я. Может, три будет, дай бог. А в 2020 году мы точно сделаем то, что я запланировала. И тогда я скажу хук и вау. И тогда можно курить бамбук. Да? Это уже 100%. А следующий момент, что мне очень нравится, что в Ингрузе съесть, помимо этой волшебной таблички, еще есть потрясающий быстрый старт. Если вы спартанец, и вам надо очень много денег, то за первый месяц, два, три, вы можете заработать от трех тысяч до пяти с половиной тысяч долларов. Правда? Хорошие деньги. А люди, которые вас пригласили, вам в этом помогут. Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Кто любит путешествовать? Поднимите руки. Отлично. А у кого есть в окружении 5, 7, 10 человек, которые любят путешествовать? Жизнь удалась. Просто, понимаете, просто жизнь удалась. Потому что наше окружение, наше отражение. Не бывает такого, что вы любите путешествовать, а ваши друзья не любят. Потому что мы всегда что? Окружаем себя кем? Своим отражением. Если ваше отражение вам не нравится, поменяйте окружение. Ничего в этом не мешает, как вы считаете? Да? Ну, наверное, на этом все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ